Друзья, всем большой привет! Представляю вашему вниманию воспоминания советского спецназовца Александра Мусиенко о налёте на кишлак Алишанг во время войны в Афганистане. Все фотографии, представленные в видео, имеют прямое отношение к описываемым событиям. Желаю вам приятного прослушивания. В ночь с 12 на 13 марта 1987 года разведотряд в составе двух род 334-го отдельного отряда специального назначения получил задачу провести налёт на кишлак Алишанг, где, по данным разведки, располагался Исламский комитет и склад боеприпасов. В кишлаке скрывалось бандформирование численностью 30-40 человек. Основной целью налёта являлся склад со 107-мм реактивными снарядами, которые, по имеющимся сведениям, были доставлены в Алишанг грузовиками накануне и предназначались для обстрела Мехтарлама, административного центра провинции Лагман, находящегося в 4 километрах восточнее Алишанга. Действиями всего отряда руководил командир 334-го отряда спецназа Григорий Быков, легендарный Гриша Кунарский. Я в то время был заместителем командира 1-й роты, а ротой командовал Игорь Дикарев. Во время этой операции Игорь руководил действиями 1-й и 3-й групп, а я, соответственно, 2-й и 4-й. 2-й ротой командовал Андрей Чепурной. Помимо пешего отряда спецназа, в налёте принимала участие сводная бронегруппа 334-го отряда на БМП-2Д и мотострелкового батальона 66-й ОМСБР, дислоцированного в Мехтарламе. Также в состав бронегруппы входили две реактивные системы залпового огня БМ-21, огневой взвод 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 и автоматические миномёты «Василёк» на МТЛ-Б. Совершив 12-километровый пеший марш и переправившись вброд через горную реку Алишанг, наш отряд вышел к окраине одноимённого кишлака. Всю ночь шёл проливной дождь, закончившийся только перед рассветом, и нам удалось незаметно подойти к самому кишлаку и блокировать его. Разведчики-минёры установили на путях вероятного отхода маджахедов у брода через реку два комплекта неконтактного взрывного устройства «Охота», которые управляли последовательным подрывом 10-ти осколочных заградительных мин ОЗМ-72. С рассветом духи, чьи наблюдательные посты находились по периметру кишлака, заподозрили неладное и выслали двух дозорных. Дужки, не обнаружив нас, прошли мимо. Я сообщил о них командиру 3-й разведывательной группы специального назначения, которая располагалась на левом фланге 1-й роты. Дозорных разведчики уничтожили бесшумно из автомата, оснащённого прибором бесшумной и беспламенной стрельбы ПБС-1. Но маджахеды, следившие за действиями своих дозорных, увидели это и открыли беспорядочную стрельбу. Начался бой. Попытка маджахедов прорваться из кишлака к броду через реку закончилась подрывом на охоте. Несколько тел так и остались лежать на поле озимой пшеницы, остальные же пятясь отползли в кишлак. Оставаться в заблокированном кишлаке в планы духов не входило. Они прекрасно знали, что всё закончится штурмом и захватом населённого пункта. Поэтому маджахеды вызвали помощь для разблокирования кишлака. Мы вели только одиночный прицельный огонь, и противник не мог установить наши позиции и какими силами мы располагаем. Поэтому каждый раз, пытаясь прорваться из блокированного Алишанга, духи натыкались на прицельный огонь разведгрупп, а затем и артиллерии. Через некоторое время обходящая группа противника вышла и на мои две группы, расположенные в засаде на западной окраине Алишанга. Мы открыли кинжальный огонь из стрелкового оружия и РПГ-16. Потеряв несколько человек, маджахеды заняли оборону в разрушенных строениях в сотне метрах от наших позиций. Мои группы блокировали западную окраину кишлака, преграждая противнику отход вдоль левого берега реки вглубь ущелья и, соответственно, подход резервов извне. Расположившись в одном из жилых дворов на окраине кишлака, мы вовремя заметили выдвигающуюся группу деблокирования численностью около 40 человек. Пешая колонна духов была накрыта залпом Града за 800-1000 метров от кишлака. Строение с засевшими в нём духами мы обработали огнём танка Т-62 бронегруппы МСБ-66 ОМСБР. Для его досмотра я отправил группу разведчиков во главе с командиром 4-й группы лейтенантом Вадимом Матюшиным. Вадим имел задачу провести разведку подворья и оценить возможность размещения в нём наблюдательного поста своей группы. Постоянно держа их в поле зрения, мы заметили, как Вадим и ещё двое разведчиков зашли во двор. Дальнейшие события и меня, и Вадима заставили понервничать. Едва тройка разведчиков во главе с Матюшиным вошла во двор, как они услышали за углом афганскую речь. Заглянув за забор, он заметил троих духов, увлёкшихся радиопереговорами. Вадим буквально в упор уничтожил из автомата всех троих. Но он не видел, что за стенкой находились остальные. Они-то и подняли крик и открыли беспорядочный огонь. Разведчики пробкой выскочили из двора. Мы прикрывали их, ведя огонь поверх голов товарищей по двору с маджахедами, а духи огрызались. Между нами и четвёртой группой было не более ста метров, но отход разведчиков занял не менее пятнадцати минут. В обычных условиях для этого потребовалось бы чуть более минуты. Разведчиков спасло то, что духи вынуждены были отвлекаться на нас, отвечая нам огнём. Вадиму ничего не оставалось, как пахать по-пластунски и на четвереньках раскисшее после ночного дождя кукурузное поле с едва поднявшимися ростками. Время работало не на нас, и где-то через час-полтора с запада в район подтянулось уже более сотни боевиков. В итоге огнём стрелкового оружия и гранатомётов, а также огнём корректируемой нами артиллерии, мы уничтожили около пятнадцати-двадцати маджахедов. Разблокировать Алишан к противнику не удалось. Тем не менее, в ходе затянувшегося боя досталось всем — и духам, и разведчикам, и бронегруппе. Огневую позицию безоткатного орудия, открывшего огонь по танку Т-62, мы обнаружили в распадке между двух вершин. Её накрыли огнём автоматического миномёта «Василёк», установленного на МТЛБ. Но удалось это сделать лишь после того, как безоткатка открыла огонь по танку, хотя мы её наблюдали и пытались навести огонь миномёта задолго до открытия её огня. Как выяснилось позже, у миномётчиков просто не было с собой карты, и давать им целеуказания пришлось буквально на пальцах. «Западнее от тебя на шестьсот-восемьсот метров горка, как горбы верблюда с седловиной. От седловины два пальца влево скальник. Вот в нём дужки копошатся, похоже, безоткатку ставят. Да не туда, левее пятьдесят метров. Дальше двести. Перелёт ближе на сто». Несмотря на заградительный огонь артиллерии и наш огонь, духи подошли к Алишангу с запада на 40-60 метров. На таком расстоянии огонь нашей артиллерии представлял опасность для нас самих. Поэтому огонь с закрытых огневых позиций гаубичного взвода, расположенных в 7 километрах от места боя, был заменён на огонь прямой наводкой танка Т-62 и даже боевой машины реактивной артиллерии «Град». Каждый осколочный снаряд танкисты клали с филигранной точностью в 30-50 метрах от позиций разведчиков. Через два часа боя командир майор Быков принял решение на штурм кишлака с целью захвата склада с боеприпасами силами разведгруппы лейтенанта Алексея Степанчука и двумя РГСПН 2-й роты. Остальные разведывательные подразделения и бронегруппа сдерживали подошедшие резервы противника. Алексей со своей группой стал продвигаться к зданию Исламского комитета и складу с боеприпасами. Непонятно почему, он находился в доме с красным знаменем на крыше в центре кишлака. Группа Степанчука стала перебежками выдвигаться к объекту. Пройдя несколько десятков метров, Алексей оказался напротив пролома в глинобитной стене в створе огня маджахедов. Очередь из трёх пуль прошила Алексея, и он упал под стену. Тяжело раненый, продолжая руководить действиями группы, он запросил разрешение на отход и вызвал броню для поддержки. Ему на помощь подполз боец из Новосибирска, снайпер Иван Кащенко. Духи, видимо, держали раненого командира под прицелом, так как, как только Иван подполз к нему, прозвучал одиночный выстрел. Группе Степанчука прорвалась БМП-2 мотострелков во главе с начальником штаба батальона. В момент загрузки раненого Алексея и погибшего Кащенко духи подбили машину огнём РПГ-7. Гранатомётчик выскочил из-за угла и с расстояния 30-40 метров положил гранату в перегородку между кормовыми люками БМП, стоявшей кормой к противнику. Контуженный экипаж и врач отряда спецназа, старший лейтенант Валерий Шкуратов, покинули заглохшую машину. Осколками разорвавшейся гранаты ранило ещё семерых бойцов разведгруппы. Разведчики 2-й роты и ещё одна разведгруппа 1-й роты с запозданием стали зачищать прилегающие кулочки дворы. Ситуацию спас разведчик 1-й роты, рядовой Капелюшный. Под автоматным огнём противника он занял место механика-водителя и завёл двигатель БМП воздухом, так как кумулятивной струёй противотанковой гранаты разбило аккумуляторы машины. На смену подбитой БМП подошла БМП-2, возглавляемая заместителем командира 1-й роты по политической части, старшим лейтенантом Игорем Семёновым и стала ровнять дувало огнём 30-мм автоматической пушки. Отход группы захвата комбат приказал прикрывать огнём прямой наводкой БМ-21 «Град». С присущим Грише Кунарскому сарказмом он по радио приказал приданным артиллеристам сделать из Алишанга маленькое сангми. Что и было исполнено, с одной лишь разницей. Мирное население из афганского кишлака, в отличие от вьетнамского селения Сангми, было выведено ещё в начале боя. Мирнику объявили из агитационной звуковещательной установки место сбора, куда и последовали женщины с детьми и старики. К чести афганцев они не прятались за бабскими юбками и не прикрывались детьми, как новоиспечённые маджахеды Кавказа. Те, настоящие воины, дали возможность своим семьям выйти из кишлака и приняли бой. Залпы БМ-21, стоявших на горе, накрыли огромный кишлак, где жило около двух тысяч человек, своими огненными стрелами. Работу завершила пара Ми-24, сбросивших на то, что осталось от Алишанга, четыре 250-килограммовые бомбы. Несмотря на то, что захватить склад нам не удалось, основная задача предотвращения обстрела реактивными снарядами Мехтар-Лама была выполнена. Боевики, прибывшие для деблокирования Алишанга, предприняли очередную попытку пробить брешь в боевых порядках спецназа, когда отряд уже практически начал отход из зелёнки. Мои группы прикрывали отход основных сил отряда, и тащить у себя на плечах духов мы не планировали. Поэтому дело дошло до обычных ручных осколочных кранат. Их у моих разведчиков оказалось больше. Отходили мы последними, ползкома на четвереньках по полю с молодой кукурузой, минируя пути отхода. Алексей Степанчук умер от рана, когда его доставили к бронегруппе. До последнего момента своей жизни он находился в сознании и, несмотря на смертельное ранение, мужественно держался. Его сердце остановилось внезапно, когда Валера Шкуратов оказал ему первую медицинскую помощь, и, казалось, смерть была уже позади. Это был настоящий офицер, честный и открытый. Несмотря на равный со своими сверстниками-лейтенантами отряда возраст, держал он себя как-то по-взрослому. Был серьёзнее, чего нам, недавним выпускникам училищ, не всегда хватало. Как офицер спецназа, лейтенант Алексей Степанчук состоялся не в один день. 4 марта 1987 года, когда разведчики пошли на захват склада с боеприпасами в 25 километрах юго-западнее Джалалабада, духи прижали первую роту к земле фланговым огнём РПГ и автоматов. Группа Степанчука оказалась на левом фланге под шквальным огнём противника посреди поля опиумного мака. Единственное БМП, прикрываемое разведчиками от огня РПГ, попятилось за укрытие. «Москва-3!» — позывной Степанчука. «Я Москва! Прикрой левый фланг!» Мне, командиру разведотряда, тогда больше ничего объяснять Алексею не надо было. Он перестроил группу и стал теснить духов к врагу. Занял развалины глинобитных построек, прикрыл манёвр БМП на выгодную огневую позицию и обеспечил нашей и второй роте прикрытие левого фланга. Задачу тогда, за 9 дней до гибели Алексея Степанчука и Ивана Кащенко, мы выполнили без потерь. В горячке боя из-за выброса адреналина у человека притупляется порог чувствительности. Но организм не обманешь. Жизнь ещё одного бойца первой роты медикам удалось спасти чудом. Не обращая серьёзного внимания на боль в левой стороне груди, Эдуард Хачатурян подумал, что это от контузии. Но когда товарищи заметили кровь на левом боку, а позже и входное отверстие от пули, застрявшее в нескольких миллиметрах от сердца, диагноз контузия не подтвердился. Противник же потерял более 30 человек. Как потом выяснилось, наш отряд использовали местные власти для борьбы за власть между собой. Они сотрудничали с духами, а нас навели на банду конкурентов. Друзья, спасибо вам большое за прослушивание. Также напоминаю, что сейчас на Бусти в ранний доступ вышли воспоминания воздушного стрелука, бомбардировщика Б-29. Длительность аудиокниги составляет 53 минуты. Ссылка на Бусти в закрепе. Спасибо за поддержку.